Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой универсальный пульт. Это универсальный пульт DVBIT-A2 для цифровых приставок версии 2020 года. На сегодняшний день самая полная база. В базу были добавлены пульты для цифровых приставок DEN. Такие распространенные довольно приставки, которыми торгуют наши все федеральные сети электроники. Данный пульт поставляется в такой вот сиреневой коробочке. С пультом идут два листа с картинками и кодами на пульты. Первый и второй лист. И новшество. Добавился вот такой вот листочек. Таблица. Очень полезная вещь. Хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что эту таблицу предоставил свободный доступ составитель данного пульта Андрей. Андрей, тебе привет! И большое спасибо из Омска. Надеюсь, все наши граждане, кто пользуется этими пультами, будут благодарны тебе за то, что составляешь такой прекрасный универсал. Дополняешь его своевременно. Хочу сказать, что сейчас, на сегодняшний день, здесь более 99% всех пультов для приставок кодов содержится. Поэтому только положительные эмоции. Отличный пульт с каждым годом становится все лучше, все полнее. Ладно, приступим к делу. Данный пульт имеет два способа настройки. Первый способ настройки – это ввод кода. Берем в руки наш листочек с изображением пультов. Берем в руки наш родной пульт от цифровой приставки. Смотрим внимательно на него. Смотрим на бренд приставки. К примеру, у нас цифровая приставка LUMOX. Находим бренд LUMOX. Они здесь по алфавиту все расположены. Буква L. Вот он, LUMOX, код 225. Берем в руки наш пульт, сверяем по кнопочкам. Смотрим все то же самое. Запоминаем код 225. Вставляем батареечки в универсал наш. Зажимаем две кнопки. Красную кнопку Power и кнопку убрать звук Mood. Держим их пару секунд. Индикатор загорелся постоянным красным светом. Это значит, что пульт ожидает ввода кода. Вводим код 225. Индикатор красный погас. Код принят. Проверяем наш пульт на приставке. Включаем приставочку. Направляем пульт на приставку, а не на телевизор. И проверяем, чтобы все кнопочки работали, все в порядке. Было. Все кнопочки проверили. Отлично. Если все хорошо подходит, не забывайте записать код. Открываем крышечку. Здесь есть специальный. Вот видите, для кода специальная такая секция. Записываем сюда код 225. Если нечаянно пульт сбросит код, кто-нибудь сядет на него или что-то случится, вы можете всегда его подсмотреть и заново ввести. Это был первый способ настройки данного пульта. Второй способ настройки пульта – это автопоиск. Если вы не находите вот в этом списке, в этих обоих бренд-листах своего родного пульта, его нет даже в этой супертаблице, которая прилагается, то вы можете воспользоваться автопоиском. Располагаетесь напротив вашей цифровой приставочки с пультом, направляете на нее пульт. Ваши глаза смотрят в данный момент на экран телевизора. Берем пульт, зажимаем красную кнопочку. Сейчас я включу тестер, чтобы вы понимали, что происходит. Красную кнопочку Power и держим ее, не отпуская. Как видите, индикатор моргает. Через 5 секунд он начнет подавать по порядку все коды из своей базы. В данный момент пульт начинает прокручивать по кругу всю свою базу кодов для пультов от цифровых приставок и по порядку передает импульсы на увеличение громкости. Вы сейчас направили пульт на цифровую приставочку, а глаза ваши смотрят на экран телевизора. Как только на экране телевизора появится шкала увеличения громкости, вам необходимо немедленно отпустить красную кнопку. После этого проверяете весь остальной функционал. Если все в порядке, все работает, то можете пользоваться дальше пультом. Если какие-то функции недоступны для вас, важны, значит совпадение кода, ну, немножечко другого пульта, вам необходимо продолжить автопоиск. Зажимаете красную кнопочку, держите 5 секунд, и он дальше по порядку начинает листать свою базу, подавая импульсы на увеличение громкости. Аналогичные действия, как только появилась громкость на экране телевизора, отпускаете кнопку и проверяете все остальное. Вот такой вот замечательный универсал. Радует, что он постоянно обновляется, что добавляются новые пульты. Замечательный товар, всем рекомендую к покупке. Если вы приобрели такой пульт ранее, потеряли код, поменяли приставку, где-то все вот это у вас, все эти листочки где-то утеряны, пропали, то вы всегда можете под этим видео, снизу будет ссылочка на наш сайт, перейти по ссылочке и скачать все эти инструкции с кодами. Как эти инструкции, так и вот эту табличку можно скачать и найти свой пульт. Таким образом проблема будет решена. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok